Здравствуйте, меня зовут Иванова Татьяна Александровна, являюсь представителем УРТ. В 2020 году на наше предприятие задерживались перечисления за перевозку льготных пассажиров вплоть до трех месяцев. От этого наши автобусы стояли на ремонте, так как оплатить им ремонт и запчасти нечем. И хотелось бы узнать, будет ли такая же ситуация в этом году, или все-таки будут денежные средства переводиться как положено. Ведь от этого страдают не только работники, но и пассажиры, они стоят на остановках, ждут свой автобус, а он просто стоит на ремонте, так как у него нет денег на ремонт у предприятия. И второй вопрос у меня по поводу ремонта моста на площади, на улице Ленина. Троллейбусы едут с измененной схемой маршрутов, соответственно потеряли свой пассажиропоток. УРТ несет из-за этого убытки. Будет ли компенсация у УРТ, ведь мост ремонтируют практически год уже. Стройка десятилетия, которую можно назвать ремонт Лыбинского моста, это не только участие Минтранса, либо администрация города. Это был коллективный штурм мозговой всех участников дорожной отрасли, дорожного сектора города Рязани, в том числе и руководства УРТ. И когда мы рассматривали различные транспортные модели оптимизации маршрутов, то первую скрипку в этом играло как раз руководство УРТ. Именно с согласованиями УРТ были заменены маршруты троллейбусов на маршруты автобусов частично. И поэтому, почему так вы говорите о недополучной прибыли, я не до конца понимаю. Что касается денег, которые были задержаны, не получали зарплату, не было обеспечения ремонтных работ стоимости. Тут я хочу напомнить, что субсидии от областной власти далеко не единственный финансовый инструмент, который есть в УРТ. Вы также зарабатываете деньги. И поэтому я неоднократно в присутствии Евгения Анатольевича ставил задачу руководству УРТ. Нарисуйте, разработайте, давайте обсуждать среднесрочные, краткосрочные планы по выводу УРТ от этой зависимости. Вы полноценное предприятие, которое может быть абсолютно экономически независимым. Но по какой-то причине вам стало удобно ожидать субсидий и называть нас виновными во всем. Совсем все не так. Большая работа проводится совместно. Почему те или иные предложения Минтранса не учитываются и не реализуются, давайте вместе спросим у руководителя УРТ. И поэтому, как у нас тут задали тренд, я вас лично приглашаю, я сообщу вам время. Давайте завтра, пусть завтра, как будет удобно. Пригласим руководство УРТ и совместно это обсудим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...